Медиагруппа «Авангард» представляет либо обрадовать. И дальше уже в зависимости от драматургии, от сценария, уже развивать работу с клиентом дальше. Цель атак социальной инженерии, повторяться не буду, это понятно, что это выуживание, выкачивание паролей и использование полученных социальной инженерии конфиденциальных данных для последующих хищений. Основные схемы социальной инженерии по нашему определению, даже, по-моему, это мы у себя придумали такой термин, называется «спасатель». Это наиболее сейчас распространенные звонки от так называемых сотрудников безопасности, что у вас там куда-то собираются деньги, там Хабаровск перевести, ну и чтобы это не случилось, переведите там. Мы для вас специально открыли, даже могу сказать, что клиенту Альфа-банка, что мы открыли для вас в Сбербанке сейфовый счет для сохранности ваших денег. По рекомендациям Центробанка, допустим, чтобы вообще там запудрить голову. И дальше, соответственно, уже разводят. Потом схема удаленного управления с закачкой вот этих приложений типа TeamViewer, QuickSupport и тому подобное. Схема всевозможной выигрышей, заработков, получения и компенсации. Я вам сейчас картинки покажу, как это выглядит. Сейчас вот этой беды тоже хватает. Так называемая схема Авито. Это тоже вам знакомо. Это когда жертва размещает на Авито либо другой какой-то площадке похожего бизнеса объявление для продажи чего-то. Если это что-то там достаточно дорогое, какое-нибудь специфическое, обязательно вам позвонят мошенники, будут вас разводить якобы на получение предоплаты за этот товар. Но вместо предоплаты деньги будут списаны с вашей карты, если вы не распознаете, что это мошенники. И вот тоже, сколько говорили, это очень такая печальная схема, называется схема таксиста. То есть это уже конкретный криминал, то есть иногда такой вот даже с физическим наполнением. То есть это пьяный клиент где-нибудь так с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, вечером выходит в центре Москвы сейчас в Питере есть такие схемы, в Екатеринбурге попадаются уже. То есть практически ни одного выходного еще вот такого не случалось. В машине дают либо воды попить с клофелином, либо еще что-то там, разные сценарии. Ну и дальше у клиента уходит и телефон, и карты. И дальше пошли схемы, там либо токенизация карты, коль скоро карты есть, со сбросом пин-кода, и дальше там либо банкомат, либо круглосуточные салоны связи, где там покупают по несколько айфонов. Здесь, конечно, тоже бороться только фрут-мониторингом. Еще сейчас появился момент, это с приадресацией вызовов, вызовов на телефоны мошенников. То есть тоже вариант проявления социальной инженерии. То есть когда клиенту убеждают, ну для всех приадресации происходит одной командой, для всех операторов. Ну и также социальный инженер убеждает клиента ввести эту команду, и соответственно все входящие вызовы на этот телефон уходят на телефон мошенника. И в случае, если банк осуществляет звонок проверки, там какой-то рисковой операции, он уже разговаривает с мошенником. И соответственно, если специалист мониторинга не поймет, что он говорит с мошенником, вот деньги будут похищены. Сейчас распространенная социальная инженерия с имитацией под банковские социальные чаты. Делается легко, мошенники заходят, ну они как бы публичные, заходят в банковский чат, находят себе подходящий топик, подходящую переписку с каким-нибудь содержанием. И тут же этого клиента переводят в личку. У них, как правило, в профиле какая-нибудь фотография, наверное, здесь не очень видно, с какой-нибудь гарнитурой телефонной, якобы это сотрудник банка. Ну и уже начинается разводняк по любой схеме, какая будет подходить под этот топик и под эту ситуацию, то есть уже по отработанным скриптам. То есть некоторые видят, понимают, что это мошенники, но некоторые, к сожалению, попадают. Продолжается мошенничество в интернет-банках и мобильных банках, то есть это мошенничество в каналах ДБО, их очень много. Это и через поддельные интернет-сайты, и также с элементами удаленного доступа. То есть здесь ничего нового, поэтому я так сильно останавливаться на этом не буду. Ну, номер один, это вот последнее время, это, наверное, хит сезона, это поддельные мошеннические сайты. То есть здесь в основном отличаются наши китайские товарищи. И сейчас вот этот канал, как бы продажи вот этих вот поддельных услуг, поддельных товаров, переносится, к сожалению, в соцсети. Я вот в последнее время занялся такой вот факультативно выявлением вот таких вещей, в частности на Фейсбуке. В данном случае здесь реклама мошеннической авиакомпании. Некий там лоу-кост авиа. То есть вроде Фейсбук, там общее доверие, любовь людей. И тем не менее, контент они, конечно, рекламный, совершенно не анализируют. Вот очень красивый пансионат «Сосновая роща», который находится в Абхазии. Он действительно есть на самом деле. Сайт по бронированию билетов, путевок. Наколотили очень много. Но проблема в том, что да, такой пансионат есть, но вот интернет-сайта у него нет. Поэтому, как бы понимаете, куда ушли эти деньги через оплату на этом сайте. Ну и, как я говорю, китайцы повсюду порой даже не парятся. Там буквально на коленке рисуют вот эти сайты своих. Но их очень много. Бешеные скидки. Но сразу можно понять, что это явно какие-то фейк, что разные модели, как правило, одинаково стоят, с одинаковой скидки у них. Ну, как бы не парятся, чтобы там цены хоть как-то отличались. Все модно, все, как полагается, рваные джинсы. То есть все, что модно и с большими скидками. Даже название сайта, вот я не знаю, но это только китайцы, наверное, вот можно придумать. Да. Хотя продают вроде как вещи. Ну, это вот буквально свежие такие вот, даже, может, еще не заблокированные сайты. Вот. Причем ссылки на них могут попасть там из легальных, ну, просто с браузера. Вот Яндекс.Дзен. И в правом нижнем углу, видите, да, там New Balance. И дешево, 2190 рублей, вы, наверное, может, не видите. То есть, ну, как бы дешево. И вот с него идет ссылка на поддельный сайт, вон, гарантия качества. Регистрируются домены в Китае тоже, соответственно, чтобы не так легко было их заблокировать. Вот. В общем, всего этого много. Я листаю, потому что много слайдов. Причем имитируют распродажи. Вот здесь осталось там 40 минут 1 секунда там буквально. 98 штук там пара осталось. То есть, вот такие вещи, чтобы, опять-таки, да, отключить голову, не думать, а побыстрее там купить, пока еще есть. Но когда счетчик, я заметил, да, счетчик сбрасывается, у них новый включается. То есть, ну, в принципе, удобно. Вот. Опять Facebook, да. Я почему вот заметил, здесь рекламироваются часы. Это Samsung. Я просто вот, у меня тоже такие же. Вот. Но здесь они называются просто там LED-смарт-вотч. Название сайта, которое к Samsung никакого отношения не имеет. И вот здесь, пожалуйста, эти часы, в принципе, дешево. Вот. За 2 тысячи там с копейками. Вот. Но я не проверял там, как дальше. То есть, в основном, вот то, что китайцы, да, там сейчас, как они осуществляют хищение, то есть там они зазывают рекламы безопасности платежей, что они не принимают ни карты, то есть заранее оплачивать не надо, получение на почте, оплата на почте по факту получения товара. Вот. Но здесь их, как бы, гарантия в том, что вы, ну, как бы, платите деньги на почте, получаете товар, разворачиваете, а там либо кирпич какой-нибудь там, либо тряпки какие-то драные, либо там кеды ношеные. Вот. То есть, совершенно не тот товар, который, в общем-то, покупали. А не вернуть деньги, не отказаться от этого вы не можете, потому что, ну, почта, как бы, взяла за свои услуги и деньги туда перевела. Вот. И сейчас на это много, на это очень много людей попадается. Ютуб. Ютуб, ну, сейчас тоже стал очень достаточно популярным для размещения всяких, всяких мошеннических вещей, которые приводят, в общем-то, тоже к убыткам. Ну, в принципе, это та же социальная инженерия, да, ну, вам, как я вам говорил, да, то есть вам не звонят, а вы смотрите вот эти ролики. В данном случае было очень интересно. Ну, имитируется, как бы, какой-нибудь новостной сайт, новостная программа там с известными дикторами, купируются их доклады. В данном случае, вы прочитали, да, что вот этот ролик, действительно, да, они сказали, что комиссия США оштрафовали в Facebook, там, на крупную сумму за утечку данных, вот, и дальше, когда, вот, пожалуйста, ссылка еще там на РБК, вот, и дальше показывают, вот уже сайт, типа, такой, оформленный, то есть каждому, буквально каждому человеку, то есть они, как бы, сканируют, типа, там, ваш профиль, вы забиваете номер телефона, и они проверяют, должны ли вам кто-то денег из-за того, что ваши данные ушли у того же Facebook, там, либо еще откуда-то, вот, вот, и пишут, что, да, вот, ваши данные, типа, ушли, действительно, вот, то есть вы попадаете в эту американскую программу по возмещению денег, здесь вот сумма приличная, 2,5 тысячи долларов, вот, но дальше, как бы, на всю эту сумму не разводят, не факт, что она там есть у всех на карте, вот, упирается в то, что вот за перевод нужно заплатить комиссию, там, в 9 долларов 32 цента, вот, то есть мелочь, как бы, да, но учитывая, что таких вещей тысяча, тысячи, да, то есть набегает уже там достаточно интересно, вот, кучу всяких, вот, левых услуг предлагают, вот, в данном случае карта с безвозвратным кредитом, некий глобал банк, вот, безвозвратный номинал до 300 тысяч рублей, подать заявку, я подавал заявку, мне ее одобрили, вот, ну, дальше не заканчивал, то есть все, в принципе, работает, но нужно заплатить за выпуск и обслуживание карты 390 рублей, тоже недорого, да, но учитывая, что вот на такую разводилу многие попадаются, в итоге набраться может хорошо. Очень популярные сейчас вещи, да, вот, почему хочу на это заострить, очень часто, когда звонят мошенники, там, представляют службы безопасности или еще чего-то, они о вас практически все знают, там, и не факт, и далеко, как бы, не обязательно, что ваши данные ушли, там, из банка, вот, то есть, извините, грешат там и операторы сотовой связи, и всевозможные организаторы, организации, где вы любые данные о себе оставляете. В принципе, если вас знают, как зовут, и знают ваш номер телефона, уже используя возможность интернета, вас там можно найти много чего. Вот, сейчас очень популярны вот эти всякие регистрации с использованием селфи, вот, и многие интернет-сервисы вот такими услугами грешат, вот, поэтому, ну, как бы, не буду зачитывать, да, относиться к этому нужно очень осторожно, вот, одно дело, да, там, когда вы планируете прокат, там, автомобиля, каршеринг, там, или еще что-то, где действительно нужны, там, ваши ID, вот, но если вы там регистрируетесь, какую-нибудь скидку, там, что-то получать, да, то селфи с паспортом здесь совершенно не нужно. Ну, вот, тоже вас рассмешить, это последние публикации в Фейсбуке, здесь вот новый закон, вышел новый законопроект от Минэкономразвития РФ о сырьевых государственных компаниях. Здесь имеется речь о Газпроме, то есть Газпром, ну, коль скоро это государственная компания, здесь описывается, что они решили теперь каждому гражданину России выплачивать ренту, ну, как в Эмиратах, то есть то, чего мы, собственно, давно хотели. Вот, и очень подробно, то есть ссылка, вот, некая там, рея новости, правда, ни одна ссылка не работает, а только вот это видео, где показывают, что там, ну, многие видели этот ролик, там, да, Газпром, наше достояние и так далее. Вот, вот такие названия, да, Газпром разрешил обычным россиянин торговать газом, вот. И если кто-то не поверил, вот лично Алексей Миллер тут вот написал там, и как он счастлив и рад за нас, что мы вместе с Газпромом будем теперь зарабатывать. Вот, и я зарегистрировался, а вы мне написали, поздравляем, вы записаны на консультацию с менеджером платформы Газпром Инвест. Вот, и время написано. Вот, ну, дальше не заканчивал. Ну, коль скоро у нас теперь вот новый премьер-министр, вот он тоже засветился, его, вернее, засветили, с предложением «Станете богаче благодаря цифровой экономике». Вот, ну, читаете, да, что каждому россиянину предлагают там от 600 тысяч рублей зарабатывать в месяц, ни худо, ни бедно, то есть всего лишь торгуя на криптовалютной бирже. Ну, почему бы премьер-министру не посоветовать, вот, здесь его интервью на эту тему, вот, осталось 10 свободных мест, сейчас вы тоже свежий, вот, ВТБ-капитал, инвестируйте в цифровую экономику. То есть вот этого сейчас всего много, плюс на что разводят более возрастных граждан, да, вот, всякими проверками снился, там, вы получите выплаты там за что-то от каких-нибудь там негосударственных страховых фондов, вот этого тоже всего очень много. Вот, ну, естественно, для верности лица такие медийные, которые это все рекламируют. Вот здесь президент подписал указ о 75 тысячах рублях. Что это такое, вот, да, ну. Вот, ну, кому не нравятся, как бы, дикторы, да, вот, пожалуйста, Максим Галкин, тут вот машину можно выиграть. Вот. Под интересными соусами передается. В данном случае вот налоговый заинтересовался последними заработками Владимира Соловьева. И у него взяли интервью, оказывается, он тоже на крипте заработал все свое состояние и свои там усадьбы большие там на кома, по-моему, или где у него. Вот. Вот, Сергей Брилев, да, вот, брал интервью у него. Ну, в общем, вот, всего вот этого очень много. Наверное, быстренько пролистаю. А, ну, можно вернуться сюда. Вот одна из последних тоже схем из Авито. Тут уже, коль скоро там уровень покупок уже достаточно большой, там и квартиры можно, квартирами торговать домами. В данном случае вот перехватили клиентку, которая хотела продать свой дом. Мошенники с ней связались, сказали, да, нас все устраивает, ну, сделайте, пожалуйста, выписку через ЕГРН, но только вот с сайта вот этой компании, потому что мы только ей доверяем. Вот. Ну, окей, она кликнула туда, вот она, бланк заполнения на получение вот этой выписки. Ну, когда она дошла до оплаты, а стоит немало, там, 990 рублей, пусть, конечно, тоже не бешеные деньги, она увидела, что перевод куда-то идет на Яндекс.Деньги. Вот. И тут она поняла, что это явно какой-то не государственный сервис, а какой-то палево, да, ну, и отказалась от этого. Поэтому надо быть бдительными. Вот. Ну, и соцсети сейчас очень популярны, к сожалению. Одинаковая, наверное, проблема у многих – это легкие пароли. Одни и те же, там, что там в Facebook, там, что в ВКонтакте. Вот. Там, типа, даты рождения и ник там какой-нибудь от имени. То есть ломается это все легко, а дальше начинаются, вот о чем сегодня говорил психолог, давить на жалость. То есть у кого-то там на операцию, кому-то на похороны. Вот. Вот здесь вот карточки ВТБ везде нарисованы, но номера Альфа-банка. Вот. То есть специальные программы рисуют вот эти карточки. И, то есть, ну, всевозможные, как бы, сценарии с предложением там вот на карту перевести какую-то сумму, какую смогут. Вот. И здесь еще плохо что, что, ну, клиент, чей ящик ломают, вот это, да, и от чего имени пересылают вот такие рассылки делают, вы понимаете его чувства, да, то есть это вот достаточно неприятно. То есть некоторые деньги возвращают, это, естественно, ну, как бы его вина. Недавно вот как раз одной такой клиентки быстро у нас похватилось, и мы где-то половину, наверное, денег успели вернуть, отозвали вот эти платежи. Вот. Причем вот даже последний, да, вот взломали страницу, скопировали оттуда фотографию, обрезали ее, да, и разослали по друзьям вот этой вот клиентки, да, что попал, ну, попал ребенок, авария страшная, там, жуткие какие-то переломы, там, и все такое, вот, но, то есть тут очень такое серьезное давление на жалость, и люди на это ведутся, а тема такая очень неприятная. Вот. Много сейчас сайтов, которые помогают вернуть деньги, ресурсов. Вот. То есть хоть и считается, да, что бомба там в одну воронку не падает, вот здесь как раз и второй, и третий раз может упасть. Вот. То есть много сейчас сервисов появляется, предлагающие клиентам вернуть потерянные деньги, там, в Форексах, от мошенниками, то есть там где угодно. Вот. И под видом каких-то там, вот здесь называется служба противодействия и контроля финансовых нарушений. Звучит очень круто. Здесь служба противодействия и контроля тоже финансовых нарушений. Ну, в общем, разные дизайны, вот. Естественно, пользование такими услугами, оно приводит к еще большему потере денег, к сожалению. Вот. Ну и, собственно, дальше основная тема моего выступления – это именно системы кросс-канального мониторинга. То есть, ну, сегодня мы говорили о фрод-мониторинге, вот, и Юрий Бажор сегодня в предыдущей сессии говорил, что проблемы действительно есть, особенно в маленьких банках, либо системы некачественные, либо их нет, либо профессионал, персонал не сильно профессиональный. Вот. И мы анализируем как бы то, что сейчас происходит. И, собственно, вы сами видите, да, что благодаря той же социальной инженерии, когда мошенник получает некую власть, что ли, да, там некий контроль над своей жертвой, жертва теряет все. И для этого используются и карты его, и счета в ДБО, то есть как и карточные операции, так и операции в ДБО происходят. Вот. И мы как бы пришли уже где-то, наверное, больше года назад, да, что те системы антифрод-мониторинга, которые сейчас есть на рынке, они, как правило, такие дискретные, да, то есть отдельно это карточные операции мониторинг, отдельные операции в ДБО, отдельно мониторится эквайринг, вот. И коль скоро мы решили, что видим, да, что уже нельзя привязываться конкретно к хищению по карте, конкретно к хищению по счету, и, собственно, от этих параметров как-то мониторинг это строить, что нужно привязываться именно клиенту, то есть его идентификатор, этот ID некий в банковской системе, вот, и уже в конкретный момент времени, естественно, в онлайне анализировать всю периферию, которая происходит вокруг этого клиента, вокруг его ID, то есть и карточная операция, операция ДБО, и более того, что с той же социальной инженерии, да, то есть когда мошенники получают доступы в профиль клиента, там, либо в интернет-банк, либо в мобильный банк, они начинают там телефоны менять, пароли сбрасывать, там, пин-код поменять, либо еще, то есть производится много действий не финансового характера, те, которые обычным фронт-мониторингом тоже не выявляются, а в лучшем случае подтягиваются в виде каких-то дополнительных триггеров для анализа финансовой транзакции. Но если совершились вот эти не финансовые операции в ДБО, а хищение потом все-таки перешло в карточное русло, да, там, если это P2P через вот эту площадку ДБО, то система может вообще не поймать эти операции. Вот, и мы пришли, как бы, к пониманию, что нужна система, которая, да, действительно там в определенный момент времени в онлайне будет анализировать все события, которые происходят с клиентом, и анализировать их уже на предмет каких-то рисков. Мы стояли перед решением либо взять одну систему, да, и на ее базе строить вот этот, как бы, кросс-канальный вариант. Вот, но коль скоро у нас была достаточно успешная и хорошо развитая система карточного антифрода и параллельно система антифрода в ДБО, причем разных производителей, мы решили пойти более хитрым путем оставить обе эти системы, но научить их видеть друг друга, чтобы одна система, ну, как бы, отдавала информацию по своим операциям в другую систему. Вот, и здесь вот я примерно нарисовал, как у нас сейчас все это происходит. Слева это мониторинг ДБО системы антифрода, справа это мониторинг карт и соответствующим карточным мониторингом. Вот, мы между ними построили канал, канал связи там через общие шины, вот, и сейчас уже тестируем, у нас уже пилотный, пилотный запуск уже произошел. То есть система, ну, основной мейнфрейм карточный, но внизу уже подтягивается, то есть подтягиваются операции ДБО, то есть когда случается какая-то рисковая карточная операция, под которую в том числе настроены некие триггеры в параллельной системе, в системе ДБО, вот, и уже работают чистые кросс-канальные данные, то оператор уже видит, что происходит, что, ага, пошла там операция P2P, но перед этим была смена пароля в мобильном приложении. Вот, пусть даже это произошло там не в онлайне, а сменили там, допустим, день назад, там, да, потому что сейчас, ну, меняют схемы хищения, то есть не обязательно это делается все вот прям подряд и сразу. Вот, и система уже начинает обучаться, правила усложняем, вот, и, ну, пока еще, как бы, пилотные тестирования в БО еще не запускаем, то есть еще, ну, как бы и карты, и счета не блокируем, вот, по таким вещам, то есть, ну, пока тесты идут. Вот, и преимущества таких систем, вот, ну, как бы выбор за вами, да, то есть это сейчас на рынке предлагают, как бы есть и комплексные решения, вот так называемые кросс-каналы, но у нас на рынке таких вот запущенных успешных проектов пока я не слышал, сейчас несколько банков строят систему, вот, в одном я слышал, она такая, да, действительно моноблочная будет, в другом схема примерно такая же, как у нас, они тоже уже там на завершающей фазе. Вот, то есть кросс-канальность позволяет, как я вам говорил, да, мониторить уже по ID клиента, как финансовые, так и не финансовые операции, в ДБО и в картах. И сюда также можно затягивать, вот, о чем мы говорили, да, то есть если еще на входе в банковские приложения стоят тоже какие-то скоринговые аналитические системы, тоже фрод-мониторинги, ну, какие сейчас есть на рынке, то есть, в принципе, с них можно получать дополнительные веса там и триггеры, закачивать в вашу систему и тоже встраивать ее там в вашу бизнес-логику, правил. Так, а у меня, наверное, время уже. Да, я, наверное, да, буду заканчивать. У меня, правда, остались там кое-какие примеры кросс-канального фрода, но, наверное, это уже… Спасибо, да. Ну, вот, допустим, был первый эпизод, да, сервис «Такси от банка», так я назвал, да, то есть вот и до этого доходят мошенники, то есть клиенту поступил звонок якобы с банковского телефона, клиент сказал, что-то я не знаю такого телефона, он говорит, давайте мы вам сейчас позвоним там с 8800 там тоже там 002, перезвонили ему с этого телефона, все, клиент успокоился. Традиционная схема, что куда-то там в город шахты собираются перевести там немного 7200 рублей, вот, но клиент был пожилой, сказал, что у него нет интернет-банка, и они говорят, ну, у нас сейчас тестируется новый сервис, мы вам сейчас заказываем такси, Яндекс.Такси, вас отвозят в отделение, вы снимаете, вы заходите там в банкомат и сделаете перевод на вот этот счет там спасительный. И подъехало такси, то есть представляете, какой сервис банковский, вот, то есть они вот дальше банков тут прошли, то есть там полное доверие. И он пришел в банкомат под диктовку мошенника, перевел средства на сообщенные счета в банке, вот, но хорошо, что счета дропов были тоже у нас, вот, и при попытке, то есть мы видели как бы и перевод там из отчислений, то есть и там, и там, да, и при попытке перевода с карты на карту уже сейчас счета дропа система заблокировала все счета и получатели, и отправители, ну и карты, соответственно. Ну вот сейфовые ячейки, звонили с 10 различных московских телефонов, карта, то есть сначала система отработала, увидела операцию перевода с карты на карту, выпала в мониторинг, была заблокирована, вот, но с клиентом связаться не удалось, клиент обратилась в телефонный центр, подтвердила операцию и разблокировала карту, то есть вот, ну, мошенники убеждают такие вещи делать, после чего самостоятельно перевела, произвела снятие с карты в банкомате и внесение по номеру счета. Через банкомат было произведено пополнение на счет мошенников дропа, но в результате тоже и карточная, и операция в ДБО попали в систему, она проанализировала, вышел алерт и одна операция, правда, прошла, но следующая уже была заблокирована, соответственно, со всеми счетами и картами клиентки. Ну вот третий у меня, ну это уже, ладно, тут даже запись, разговор очень интересный, то есть реально вообще по Станиславскому, клиент был на каких-то важных переговорах, очень богатый, ему в этот момент позвонили, он сказал, времени нет, но чтобы отвязаться, выдал там все явки, пароли, вот, причем мошенники подобрали даже кодовое слово, оно состояло в виде его фамилии, то есть очень, вот о чем я говорю, да, то есть очень так секьюрно, вот, и мы тоже попали операции, мы уже зачитывать не буду, тоже попали операции, как и карточные, так и в ДБО, то есть они, ну, зашли туда и просто глазам не поверили, то есть там в ДБО, во-первых, было срочное закрытие валютного депозита, у нас это можно делать через мобильное положение с конвертацией, плюс еще приняли кредитное предложение, это тоже у нас делается в онлайне, ну, мы очень такой диджитал банк, все очень удобно, то есть приняли кредитное предложение, оно тут же зачисляется на карту, его можно, в общем-то, ну, пусть там дорого, но обналивать, вот, и вот эту всю, всю вот эту схемотехнику, как бы система отстроила, вот, и все было заблокировано, вот, здесь денег вообще ни копейки не потеряли, он там, он просто в шоке, что вот так все успешно получилось, понял, что неправ, но драматургия, вот почему он тут Станиславского назвал, они звонили, мошенники несколько раз звонили в колл-центр, пытаясь разблокировать карты и счета, коль скоро уже кодовое слово подобрали, но мы прописали в СРМ, да, что разблокировка карт, там, или перевыпуск только в личном, при личной явке клиента в доп. офис, вот, а там разыгрывалось то, я слышал просто этот разговор, записывал все, вот, что он якобы попал, ну, мошенник говорил, да, что он попал в аварию, там у него перелом ноги страшный и срочно нужны деньги, вот, ну, ему оператор говорит, идите в доп. офис, там, я вас прекрасно понимаю, он говорит, у меня нога сломана, я, говорит, прекрасно понимаю, но вам надо прийти в доп. офис, да. офис, да, если вы мне сейчас не разблокируете карту, я покончу с собой, вот, и она опять, я вас прекрасно понимаю, ну, как бы свои скрипты, да, я вас прекрасно понимаю, но ничего сделать не могу, вам надо пойти вот это, и вот он, ну, все, я, я кончаю жизнь самоубийством, и она, все, всего хорошего, ну, ну, то есть, соответствующие скрипты, причем на этом все не кончилось, минут через 10 звонит уже, как бы, его супруга и говорит, вот, мой муж в больнице, к сломанной ноге добавилась еще сломанная челюсть, что он не может разговаривать, ну, она от его имени, а оператор, оператор потом говорит, ну, я же должна там с клиентом, а можно я с клиентом поговорю? Она ему дает трубку, и он пытается имитировать в разговоре сломанную челюсть, вот, ну, это реально очень смешно, вот, ну, ей тоже, это был другой оператор уже, да, тоже посоветовали все-таки прийти лично в банк, вот, ну, вот, да, то есть, все понимаем, да, но прийти только лично. Так что вот такие вот ситуации бывают иногда смешные, вот, ну, система кросс-мониторинга, кросс-канального фронт-мониторинга, вот, ну, ловит вот такие вещи серьезные. Ну, на этом все.